Здравствуйте! В эфире телеканал ЭТОН-ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии ведущий Александр Гурарье. Сегодня в редакции телеканала ЭТОН-ТВ знаменательное событие произошло. Наш коллега, наш друг и коллега Александр Вальдман в торжественной обстановке в посольстве Российской Федерации был награжден памятным знаком. Я просто зачитаю выписку из приказа министра обороны Российской Федерации от 18 мая 2021 года номер 323 за большой личный вклад в установление имен погибших и судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленные при этом усердие и разумную инициативу наградить знаком отличия за отличие в поисковом движении первой степени Вальдмана Александра Марксовича. Подпись министра обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу. Саша, поздравляем. Спасибо. Ну, это, в общем-то, довольно серьезная, так сказать, награда, серьезная заявка. Главное, что она дана за конкретные дела, которыми ты занимался много лет. Расскажи, пожалуйста, вкратце, чем ты занимался и за что, собственно, тебя наградили. Ну, здесь небольшая предыстория. В рамках работы в аждоцком муниципалитете, будучи помощником заместителем мэра Владимира Гершова, я вместе, как и многие аждоцы, занимался вопросами, связанными с обнаружением, определением имен евреев, расстрелянных погибших в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой войны на территории Советского Союза. Но так получилось, что в одной из командировок я оказался в городе Белгороде, заинтересовался тем, что в этом этот город, понятно, что город приграничный с Украиной, понятно, что там могло быть большое количество беженцев, еврейских беженцев. Я пытался найти имена этих евреев, которые могли погибнуть в это время там. Проект, который осуществляет Ядва Шем, в данном случае сегодня проектом этим руководит Ольга Литвак, она, скажем так, меня вдохновила на эту работу. А в Белгороде, когда я стал пытаться раскапывать какую-то информацию, для начала я в интернете нашел маленький видеоролик российского телеканала РТР, Белгородской телестудии о том, что в день поминовения евреев, в международный день памяти же от Холокоста, состоялась некая церемония в городе Белгороде. Оказывается, там был памятник, не памятник даже, скорее, конкретно это была часовня, часовня Киот, установленная на улице Речной в честь того, что 5 февраля 1942 года там расстреляли 1700 евреев. Так значилось во всех документах, во всех материалах. Я начал то, что называется, копать эту историю, там удалось выяснить очень много. Прежде всего, я должен сказать, что в этой работе мне очень помогли местные краеведы. Одно имя точно и обязан просто назвать Сергей Владимирович Петров. Потрясающий человек, то, как принято говорить, настоящий русский человек в самом хорошем смысле этого слова, человек совести, человек чести, человек памяти. Он, в общем-то, меня вдохновил на эту работу во многом на то, чтобы докопаться до истины, что там происходило на самом деле. Результатом этой работы стало то, что в городе Белгороде на настоящем месте, там, где была на самом деле произведена казнь вот тех 1700 евреев, на самом деле это было не 1700 евреев, было гораздо меньше. И были там не только евреи, там были и русские, и цыгане, и коммунисты, и комсомольцы, и активисты, как было написано в других документах. Но это то, что удалось выяснить, и то, что там наконец-то на том месте, на самом настоящем месте, где это было, был установлен. То есть, часовня не стояла не в том месте? Часовня не там стояла, совсем по другому поводу. Меня, кстати, вначале возмутило, внутренне возмутило то, что как это, евреям поставили часовню, часовню Киот. Но оказалось, что это все не совсем так. Сергей Владимирович Петров отвез меня на то место, где на самом деле была эта казнь. Потом началась работа, потому что на этом месте, да, был установлен памятник в память о погибших. Мне очень помогли местные краеведы, местные активисты. Я обязан просто назвать их имена. Это Марина Агапова, Валентина Санкова, Лариса Шамрай, Анна Москвитина, профессор Сергей Богданов, который предоставил колоссальнейший материал, связанный с, скажем так, с ужасной деятельностью местных коллаборационистов, материалы из секретных архивов Комитета государственной безопасности СССР. Об этом я потом написал большую статью, называлась она «Камышитовая боль», потому что расстрел этих людей, казнь этих людей проходила в окрестностях Белгорода, так называемом Камышитовом заводе. Не могу, естественно, не назвать руководителя Белгородского государственного архива новейшей истории Конова Юрия Васильевича, который предоставил мне, грубо говоря, человек, который пришел с улицы, он, то что называется, как он сказал, ждал, когда кто-то заинтересуется этой историей, как и Сергей Владимирович Петров, потому что долгие годы он пытался рассказать, что было на самом деле, но это никак не получалось, никому это было неинтересно. Были стереотипы, стереотипное мышление, да, 1700 евреев расстреляли, но оказалось, было гораздо меньше, если из расчетов, опять же, мы сегодня можем говорить только приблизительно, было около 700 человек на самом деле, не только евреи, как я уже сказал. Что-то же немало. Это тоже немало, это тоже было, в архивах мне предоставили акты о злодеяниях немецко-фашистских войск, там были приписки, там совершенно четко были обнаружены те приписки, которые были, кстати, когда я обращался с этим вопросом в ночном просветительский центр Холокост, где тоже мне очень помогли, помог и Илья Альтман, и Леонид Терушкин, они помогли выяснить, что и как на самом деле было. В итоге, памятник был установлен именно на том месте, где это все произошло. Можно спорить, можно говорить, я для меня лично, я до сих пор не могу успокоиться, то, что там стоит памятник без указания имен, без указания точной даты, когда это произошло, стоит большой камень поминальный с крестом, но уже хорошо то, что это произошло, то, что имена этих людей, по крайней мере, мы знаем, пускай они не на этом памятнике, но будет время, когда, я уверен, сто процентов с помощью еврейского, российского еврейского конгресса это все будет сделано, и имена людей будут увековечены. Те имена, которые известны. Известны имена около 90 человек, из них, из тех 90 человек, которые в архивах удалось найти, порядка 50, это еврейские имена. Когда ты сталкиваешься с этим, сталкиваешься с этими архивами, с этими списками, тебя, если честно, ну, есть банальное сравнение, пронизывает какой-то ток, что-то пронизывает, но когда ты читаешь этот список, где указаны имена погибших, допустим, еврейские имена в этом списке очень легко определить по фамилиям, естественно, я могу просто по памяти привести семья Якубович, Людмила Якубович, 38 лет, далее Андрей Якубович, 12 лет, и далее имена от 8 до 2 лет. И таких имен, таких данных в этом списке очень много. И помимо прочего, когда ты сталкиваешься с этими списками, с этими архивными материалами, там же потрясающие истории, связанные с судьбами людей, которые были казнены. Допустим, Тамара Лившиц. Тамара Лившиц, она не еврейка, русская женщина, которая вышла замуж за еврея, у них родился сын, и когда была объявлена мобилизация евреев на расстрел, к ней пришли местные коллаборанты и потребовали, чтобы она отдала сына на расстрел. Естественно, она не отдала, как нам кажется, что она не отдала. И вместе с сыном она пошла на этот расстрел, и там она была расстреляна, и там все участники этой казни были сожжены. Это один из моментов, то, что всех там сожгли, помимо прочего. Я могу прочитать, я специально захватил то, что писали в документах из показаний жительницы Михайловка по Копиной, Варовой, Пенцевой от 16-го, 11-го, 43-го, это уже после освобождения Белгорода. Всего было подвезено более 2000 человек, но я думаю, что это подгоняли под этот акт, на самом деле было меньше. Привезенных на автомашинах граждан прямо на дороге заставляли раздеться до нижнего белья. Группами по 30-35 человек загоняли в сарай камышитового завода, как только наши люди заходили в помещение завода, раздавались выстрелы и крики. Мальчик лет 12 каким-то образом выскочил из помещения камышитового завода и стал бежать в направлении села. Вслед за ним побежал немец, догнал его, приволок к камышитовому заводу и зарубил мальчика кинжалом. После этого немец вышел и вытирал кинжал от крови. В это время вокруг завода, примерно в 250 метрах, стояла цепь русских полицейских, охранявших поступок к камышитовому заводу. Когда все наши люди были расстреляны, здание камышитового завода было взорвано с двух сторон и подожжено. Причем каждая расстрелянная партия обливалась бензином. До утра 6 февраля 42 года люди горели. В это же утро приехали русские полицейские и привезли с собой бочку бензина. Баграми стали стаскивать недогоревшие трупы в одну кучу, перелили их бензином и подожгли. Всю ночь на 7 февраля трупы горели. После этого полицейские не приезжали дня три, а 10 февраля приехали человек шесть и засыпали песком оставшиеся обгоревшие кости советских людей. Однако собаки очень часто по селу Михайловка таскали обгоревшие руки и ноги. Без содрогания, честно говоря, читать это невозможно. Точно так же, как невозможно читать протоколы, советские протоколы. Протокол от 14 ноября 1943 года. При проведении раскопок на месте камышитового завода обнаружены останки сожженных человеческих трупов, которые представляли собой костный порошок, осколки костей затылочной части, кости челюсти с зубами, шейные позвонки детей 7-8 летнего возраста, кости левой стопы, лежащей в остатках женского чулка внутри галоши, фаланги пальцев рук. Под слоем белого костного порошка почва пропитана черным маслянистым раствором, нефтью. Этим же пропитаны куски обгоревших досок, найденных вместе с костями людей. Таким образом, в районе камышитового завода гитлерцы варварски сожгли свыше 1700 ни в чем не повинных советских граждан, из них жители Белгорода 90 человек, а остальные фамилии неизвестны. Но я уже сказал, что на самом деле было меньше, потому что были приписки, и в том же научно-процентрическом центре Холокост мне объяснили, что приписки в то время были, ну скажем так, распространенным явлением. Потому что, опять же, в архивах белгородских мне показали протокол, первый протокол вот этого акта о злодеяниях. Белгород освобождали два раза зимой и 5 августа 43-го года. Так вот, мне показали первый протокол, когда указанное число жертв на камышитовом заводе было семьсот человек. Семьсот. Потом от руки кому-то показал, кто-то подписал, ему показалось, что семьсот некрасивое число, от руки написали тысяча. А потом, когда мне объяснили, когда машинистка перепечатывала это все, она вместо тысячи и семьсот, она печатала тысяча семьсот. Это все пошло дальше. Это на протяжении многих лет, вот эта фактически фальсификация истории, она использовалась во многих документах. В том числе, кстати, в Белгородском кривейческом музее до сих пор есть надпись о том, что в Белгороде, потому что тысяча семьсот тоже еще кому-то показалось мало, исправили тысяча семьсот на две тысячи. Потому что в местной прессе, когда опубликовали отчет об этом акте, было написано две тысячи. В Белгороде есть памятник, на котором написано две тысячи человек. Это то, что есть. Не могу не сказать, Саш, еще о том, когда об удивительных судьбах людей, которые, опять же, значатся в этом расстрельном списке, как я его называю, список 90. Под пятьдесят первым номером, как выяснилось, находится женщина, которая женщина. Тогда это была девочка, пятилетняя девочка Лена Карпова. Ее должны были расстрелять и сжечь вместе с мамой. Маму в итоге арестовали, сдали местные коллаборанты. Девочку, бабушка и дедушка сумели спасти. Всеми правдами и неправдами удалось ее вызволить. Эта девочка сегодня, ей уже больше 80 лет. И благодаря нашей работе, благодаря тому, что, опять же, у меня была связь с белгородскими кроведами, я публиковал там же, в белгородской прессе, статьи об этом злодеянии. Просто женщина написала мне в фейсбуке, а вы знаете, что вот пятьдесят первая девочка, которая пятьдесят первая в этом списке, она жива. Учительница, человек, который всю жизнь, Елена Карпова, которая всю жизнь проработала учительницей. Я с ней связался, я ее нашел, я с ней разговаривал по телефону. Местные кроведы, тоже Сергей Владимирович Петров, тоже помогли с ней связаться. И благодаря тому же Сергею Владимировичу эту женщину привели впервые за все годы, что она жила в Белгороде, она никуда не уезжала, она все время жила там. Она впервые сумела прийти на то место, где на самом деле была расстреляна и сожжена ее мама. И туда еще не было памятника, сняли фильм, сюжет на белгородском телевидении об этой женщине, об этой судьбе. И есть кадры, где она приходит, с трудом передвигаясь, приходит на это место и возлагает на место, где была казнена ее мама, цветы. Живые цветы. Это, конечно, потрясает и заставляет дальше работать и думать об этой работе, потому что, объективно говоря, много вопросов, много белых, черных пятен, как угодно ты можешь это назвать, вся эта работа высветила. Например, я не могу успокоиться в том, что я сказал, что был установлен памятник. Памятник был установлен после того, как я обращался несколько раз в местные власти с тем, чтобы увековечить память этих людей именно на этом месте. Реакция была типа «отвали». Не мешайте работать. Я написал, было два письма, я написал два письма Путину. После того, как были написаны письма Путину, процесс пошел. И был в итоге установлен памятник. Опять же, я повторюсь, можно спорить, хороший, плохой, но главное то, что он есть. То, что он есть. Еще один момент, о котором я не могу не сказать. Благодаря этой работе, связанной с поиском еврейских имен, я пытался выяснить, что не может быть, чтобы в Белгородской области не было праведников народов мира. Я нашел тех, кто спасали евреев. Я нашел в начале двух женщин, которые были удостоены звания праведников народов мира. И сейчас, чтобы не ошибиться, я совершенно точно назову их имена. Анастасия и Клавдия Губаревы. Они были удостоены этого звания. Они спасли еврейского подростка. Он, когда репатриировался в Израиле, написал заявление в Яд-Вашим, они были удостоены. Но дело в том, что в Белгороде никто этого не знал. Извините за это вульгарное слово, им всем пофиг. Потому что, когда я стал дальше копать, ну, два праведника мира Белгородской области понятно. Не может быть, что было только два. Ну, мне так казалось. Действительно, я нашел еще. Еще троих. Еще троих. Это были Семен и Ксения Коровины из Филагридякина Красногвардейского района и Полина Баранова из поселка Ивня. Как я их нашел, потому я просто знал, когда читал, исследовал документы, выяснилось, что в 54-м году Белгородская область, она вообще, она была в составе Курской области до 54-го года. Когда в 54-м году ее сделали отдельной областью, то часть районов соседних областей к ним присоединили. Например, Воронежская и Курская, они стали частью Белгородской области. Так вот, вот эти вот Семен и Ксения Коровина, они были из Воронежской области. На тот момент, когда они совершили свой подвиг, они были из Воронежской области, а Полина Баранова была из Курской области. И когда я написал местным властям, что вот вот есть пять человек, которые достоинны названия праведников народов мира, мне был ответ, который меня абсолютно искренне возмущает, возмутил тогда и возмущает до сих пор. Мне был данный ответ, что в вековеченном памяти занимаются местные власти, если они сочтут нужным, то они это сделают. А вообще, вот те двое, да, в Белгородской области были, но где они, что с ними, ничего не известно. Родственники из этого села, где они жили, давно выехали. А остальные, это из других областей, они не наши. Из Кавказской плесницы, но не из нашего района. Не из нашего района. То есть это бред, такой бред, такой формализм, от которого просто веет, извини за это слово, веет смертью. Другого я не могу определения назвать. Рядом из Белгородской области совсем рядом, есть Брянская область. Там совершенно четко, нормально относятся к такому понятию, как праведник народов мира. Они сделали целую аллею праведников мира, там немножко больше, по-моему, если я не ошибаюсь, 9 праведников мира. Но они поставили аллею, сделали аллею очень красивую, посадили деревья в честь каждого из праведников народов мира, поставили таблички красивые, присутствовали на открытии этой аллеи руководители города. Это было красиво, это было достойно. Почему в Белгороде это никому не надо? Мне остается только развести руками. Или другой могу привести пример по тому же Белгороду. Когда установили памятник, установили летом 19-го года, а зимой в декабре каждый год в России проводят день памяти неизвестного солдата. Дело в том, что когда расстреливали и сжигали, вот в этих списках расстрельных есть, допустим, Клавдия Токшина, женщина 64-х лет. И рядом с ней написано в списке и 8 красноармейцев. То есть я понимаю, я могу предположить, может быть, это было не так, но я предполагаю, чисто логически. Она прятала этих красноармейцев у себя. Ее за это расстреляли и сожгли вместе с этими 8 найденными красноармейцами. Там нет их имен. Они тоже находятся в этой земле, на этом месте. Есть памятник. Я позвонил местным властям поинтересоваться, будет ли в день памяти неизвестного солдата возложение к этому памятнику? Мне сказали, нет. Возложение только к официальному памятнику. Это значит неофициальный памятник. Вот. Вот к вопросу о том, что, ну вот то, о чем говорит часто президент Путин, что допустим переписывание истории. Да, да, да. Надо переписывать, надо вот свою историю, как бы это там замечательные страницы, которыми надо гордиться. Саша, я могу сказать, когда я пришел к директору Белгородского краеведческого музея по поводу вот этой всей истории того, что там на стендах в Белгородском краеведческом музее, ну, скажем так, не совсем та информация, которая соответствует действительности, ну, если меня не послали, но вежливо мне отказали в моих моих изысканиях. Хотя, опять же, нужно отдать должное, на том же стенде я впервые узнал, что, именно там я узнал, что в 41-м году в указом Сталина в декабре 43-го, в декабре 41-го года звание Героев Советского Союза был, были удостоены два танкиста, которые защищали Белгород в октябре 41-го года. Один был украинец по национальности, а другой был еврей Горелик. Это то, что есть. Масса евреев, которые защищали этот город, там, Матвей Цеперзон тот же самый, его имя, кстати, есть там. Когда я читал документы, даже не документы, публикации в местной прессе за 43-й год о том, кто отличился при освобождении Белгорода в августе 43-го года, то, скажем так, наиболее яркое впечатление произвел подвиг Матвей Цеперзона. Он был единственным, о ком там писали, кто погиб, освобождая этот город. Младший лейтенант Матвей Цеперзон. Эти все имена внесены, кстати, в Ядвашем, то есть они там все значатся. Ну, не знаю, Саш, мне кажется, что вот такое замалчивание истории, нежелание, так сказать, разбираться в истории, это тоже, наверное, можно отнести к вопросу переписывания истории, потому что, когда тебе предлагаются факты, и ты не хочешь их касаться, потому что тебе это неинтересно, то это тем самым ты скрываешь от поколений, вскрываешь от потомков ту правду, которая происходила. То есть это сокрытие правды? Ну, это сокрытие правды, это фальсификация истории, в буквальном смысле этого слова, это то, о чем говорит президент Путин, и, как я понимаю, то, чего он добивает. Фальсификация истории не из-за каких-то там целей, там вот как объединяет там Запад, фальсификация истории, а фальсификация истории просто из-за лени, из-за равнодушия, из-за нежелания что-то сделать. Из-за того, что люди не хотят, извини, те, кто наделен определенного рода властью, не хотят оторвать задницу от своего стула и что-то сделать реальное, то, что нужно действительно для сохранения исторической памяти. Кстати, я опять же должен об этом сказать, может быть, заключение нашего разговора, что, когда я занимался этой работой, связанной с уековечением памяти, и мне дали, скажем так, перечень имен белгородских евреев, богатых белгородских евреев, которых, может быть, это может заинтересовать. Я лично звонил, я лично разговаривал с ними по телефону, ответ был, нас эта тема не интересует. То есть, я имею в виду на предмет каких-то пожертвований на создания памятников? Пожертвований, чтобы поставить памятник, мне не надо в карман этих денег, я делал это абсолютно бескорыстно, не надо. Я обратился к евреям, и где он был такой ответ? Нас эта тема не интересует. Ну что ж, я думаю, что это не последняя программа на эту тему, и ты уже делал несколько программ на нашем телеканале. Я еще раз хочу поздравить тебя с этой высокой наградой. Это награда почетная, награда, которая нашла своего героя. Спасибо. Я напоминаю, что мы беседовали с Александром Вальманом, который награжден знаком отличия за отличие в поисковом движении первой степени. Знак награжден он приказом министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова